Всем привет, ребят! Меня зовут Алина Ли, и это мое новое видео 24 часа на улице. Я знаю, что вам действительно очень заходят ролики 24 часа, поэтому в этот раз мы с моей лучшей подругой Сабиной решили провести эти 24 часа прямо на улице. На самом деле, это действительно очень непростой челлендж, но было очень трудно, поэтому обязательно смотрите до конца, чтобы узнать, смогли ли мы пройти это испытание. Я вам желаю приятного просмотра и жду ваше мнение в комментариях. А также, если вы еще хотите видеть ролики 24 часа, то дайте мне об этом знать. Вы знаете, что я каждый день пью воду, но сегодня это будет вода с льдом, потому что, я думаю, она будет сильно греться. Ну что, ребята, самое время показать вам вещи, которые мы берем с собой на улицу. Первое — это косметичка, но здесь нет косметики, по сути, как таковой, потому что красить-то мы не будем. Тут влажные салфетки, это резинки для занятий, которые у нас сейчас будут, термальная водичка, крем для тела, капли от аллергии, СПФ — крем для лица и две масочки, которые можно будет сделать вечером. Также тут контейнер для линзи и зубная нить. Здесь шоты для спорта, тут уже более теплые вещи, два бомпера и двое-три кошек уже на вечер, чтобы нас не покусали комары. Короче, ребята, у меня наконец-то появился капучинатор, так что я сейчас сделаю нам с собой кофе, и мы выходим, собственно, на улицу. И теперь добавляю молоко, еда и кофе. И нам кажется, что мы умрем от жары на улице или от голода. Пока непонятно. Смеется, типа хахаха. Кстати, ребята, я совсем забыла сказать об отчете времени. Сейчас у нас 12.00. Собственно, с этого времени мы и будем вести отчет. Завтра в 12.00 мы можем вернуться домой. Но мне кажется, что завтра в 12.00 мы умрем от солнца. Кстати, я имею в виду до 12 дня следующего дня. Я взяла на вас поёк крема для лица. Короче, ребята, мама нам принесла покушать. Мы немного перекусили. Попытались этим ветром, который в лицо в глаза. Ой, лицо в глаза ливен, ливанул, реально. Короче, волосы в глаза резут. Если что, на улице 30-градусная жара. Так что, если мы сейчас не искупаемся в бассейне, я кони двину серьезно. Мама только что пришла, говорит, понятно, ты мучаешься подписчиков развлекаешься. Соби, на чем мучиться. Мне плохо. Он хочет домой. Что говоришь? Я пошел в цирк. Нифига, что он часто не будет там вешать. Не уходи. Давай, ты можешь вылавливать в джокопе да. Давай, что я уже. Ой, мой мой! А-а-а-а-а! Ти-ма, пусть я, пусть я, пусть я! А-а-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! Ди-о-а! как это называется? фронтное плавание знаете, что она сказала? кто первым угадает, что она сказала в комментариях? кто первым угадает, я с тобой на сегодня что-то брали точно пишите ааааа во всем аааа, кто такие? здесь немало или нет? алина, пытаюсь чесать глаза? не могу мы идем к шлангу, чтобы помыть руки от картошки где он? аааа аааааааааааа алина, тупая ребята я выхожу в магазин по нужде алина остается тут но я не буду заходить в магазин ну, покажем, как это будет происходить пока так у нас все законно ребятки тетинара заходит в магазин а я подожду ее здесь ну да конечно тапки не модные на меня смотрят дети я жду тетяна из магазина потому что нужно купить все для салата нас новый год я вернулась я знаю что я скачал она очень рада моего возвращения вспомнила что лицо кремом не помазала нет эти началась сейчас почему она говорит когда я камеру груда короче мне началась просто дикая аллергия но нам еще с утра началась нос а только что мне начали читаться глаза я думал что я помру короче побрызгала ой побрызгал закапала капли вроде полегче что для группа поддержки это горох это горох леон шарики горох молодец надо монтировать а я забыла мак а еще у меня пупок болит а еще мы сидим как это называть сзади дома сзади дома так тут просто ветра и нет солнца зачем ты свою ногу снимаешь а стене поняла стене учил казахский я короче пришла села немного другой стороны дома мне тут стульчик для ножек и сижу монтирую видео попросила поднести мне макс комнаты пусты забыла да короче мы тут сидим как бомжи алина монтирует уже в кофте холодных а еще знаете какая алина правильная и говорю если так по секрету чисто нет я и говорю типа давай вечером зайдем домой потому что реально очень скучно и очень жарко и делать нечего она говорит нет все честно все снимаем правильно как бомжи но зато все честно эксперимент знаете у нас типа сейчас проверка как живут люди у которых нет дома что такое знаете если это проверка как живут дома то вы должны как-то сами выживать я не знаю почему я вам кушать приношу я кстати кушать хочу давай не будет принеси мы все думаем где спать может вот тут ли он пустишь нас к себе домой слишком маленькие мочи большие что я же влезу туда давай попробуем и разусь у нее тут пупсики или на как их зовут алиса алиса обе что ли да не густо я реально не влезаю я слишком огромная для этого дома крыша низкая что-то у тебя низкая голодный студент я за левье он даже не речи для анчет только что сказала я ужасно хочу думаю ужасного туда мы уже больше пяти часов сидим и я сейчас просто умру забил мне терпи тряпка говорится что я тряпка я не тряпка нам стало скучно и я решила сделать знаете что звонок к алфавитом гоши я специально ничего не придумывала что говоришь что было полная импровизация смысле он меня скинул я с тетей говорю написал короче пока гоша занят я решила позвонить камиле это моя сестра она дома алло будешь кушать нет вообще где ты уехала дома уехала я чё мои жопа сама жопа ты занят с маная и чё теперь я чего я купила ёхурт купи когда поедешь не куплю лужи повсюду а то мама с тобой поедет нет нет почему не хочу я опа на Угу. Почему? К кому? Ревность, что ли? Нет, просто не хочу. Собака ты. Собака. Собака второго. Туалет на втором этаже. Улица достала меня. Фыркать буду. Херня какая-то. Фыркай, фыркай. Цыпа тут со мной. Что-то делать. Шалаш. Нормально читай. Щучий. Она догадалась. Нормально читай. Это не читать. Конечно догадалась. Это не читать. Угу. Я тебя разыграла. Звонок алфавитов. Все, пока. Моя сестра поняла, потому что я ржала много. Я с Гошей буду посерьезнее. Может номер свой? Даш, 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 даш. Что хочу, то получаю. О, да, дорогая моя, самая лучшая в мире, жена моя. Алло. Да. Будешь говорить? Будешь. Время есть? Время есть. Где ты дома? Понять, опять эти пранки донатские. Что запаливать? Сразу палишься, Алин. Еее. Жизнь, боль. Сразу палишься. Вот максимально сразу палишься. И чё? Хочешь, я подыграю дубль два? Так нам не надо, вот именно. Да. Алло. Да. Будешь кушать? Чё? Вообще можно подумать. Ну, будешь. Ты всё расспроси, чё? Где ты? Да. Домой когда? Чё, в 12. Еее. Ё-моё. Жалко. А чё, ты хотела, чтобы я тебе в магазин сходил, что ли? Запарил. Чё? И чё? Кама может сходить. А? Лишь бы... Мне... Чё ты, блядь, несёшь? А? Нет. Дура, ты сейчас снимаешь своё, да? Почему? 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 Дура, я с тобой 15 лет же. Ой, всё, пока. Да что такое? Каким-нибудь незнакомым звоните. Мы сейчас будем залазить на фламинго, опасный пик. Не повторяйте дома. А где повторять? Нигде не повторяйте. Короче, я залезу на эту часть, а Сабина ему в лежоку. Я села. Мы один раз уже упали. А ещё у него там где-то дырка, и он вздумается, короче. Так что... Мы можем в любом не спотануть. Давай, давай, садись. Ну? С паровозом где-то есть. Не буду. Что селё? Я вам дам. По катушке. Сейчас, я пока ещё не разобралась с управлением. На нашем корабле. Кто такой? Ой, я могу вот так лечь. Короче, моя страсть сегодня приготовила что-то необычное. Это курица, сверху сыр, ещё помидорки, что-то странное. Но это капец вкусно. Я попробовала уже. Нам это принесли покушать. Капец вкусно. У нас уже зашло солнце. Ну, такой закатик сейчас. Он до нас не доходит. Поэтому нам стало намного проще и лучше сидеть. То есть на солнце было тяжелее. Я, наконец-таки, надеюсь, сейчас начну уже по-человечески монтировать видео. Я там немного отмонтировала, но всё никак не могу собраться. Выложила новый пост в Инстаграм. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм. Сейчас уже 7.47. Нам осталось 15 часов ещё. 17 часов. Алина уснула. Отлично. Что мне теперь одной делать? Короче, ребят, сейчас уже 9.20. Фокус. Вот. И Алина спит. Сейчас будем её убедить. Алина. 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 Уже 9. 9.20. О! Капец. 21.21. Загадывай желание. Бессовестный человек. Ребята, Сибина меня разбудила. Мы начали смотреть фильм, сделанный в Америке. Она опять играла. О, боже. Или гриб кто-то там. Я говорю, капец не хотел вставать. Нам вам принесла тёплый плед. И мы лежим. Но всё равно очень холодно. И тесно. И холодно. И мы не знаем, как мы будем спать. Потому что на нас паук заполз. Все комары нападают. Всё для вас, всё для контента. Ну, не скучно. А сейчас нам скучно. Мы лежим. И фильм что-то не очень интересный. Хотя сказали, что он интересный. Даже не один человек. Но... Как-то не заходит пока. Может быть, пока. А, ты ещё и снимаешь сейчас? Я же сказала, у нас 24 часа на улице. Я не думал, что вы сейчас уже снимаете. Мы сейчас снимаем. Мы уже 10 часов на улице торчим. Ой, какие молодцы. Это Адл. Помните его из видоса? Он сегодня приехал. Почему-то мне кто-то скидывал, что меня там пишут Адиль. Почему-то Адиль. Я не понимаю, почему. Адл. Это Адл. Ты им на туре. Скажи, я не Адиль, а Адл. А где Муси? Он, кажется, гуляет. А, он не участвует? Нет, он не участвует. Мы вдвоём. Нам капец скучно. Никто в подушке не переодевается. Аж печально. Да и правильно, что он не участвует. Ну, нахер. Издеваться на мне, на таком. Откуда у тебя идея такая взбрела 24 часа на улице? Ну, я же хотела ещё в тот раз, помнишь, типа на улице спать. А, ты погоду подобрала, да? Да, да, да. Вот ты хитрая какая, коряк. Всё равно, знаешь, как противно. Днём было капец жарко, мы умирали. А сейчас капец холодно, мы замёрзли. Ребята, хотите посмотреть на районский движ в нашем городке? Короче, мы решили перед сном прогуляться. Мусик тут постоянно, это мусик, если что. Это ещё мусик, короче, не видно, потому что плохо, плохое освещение. Он тут постоянно с кем-то тушит, гуляет, но мы обычно нет. Но сегодня такой день необычный. Так что, такие дела. Я, кстати, в мусик, в трикошках, я нечаянно порвала. У тебя просто жопа костлябовала, у меня ничего не болит. Сидушка нормальная. Собина едет на велике. Мы теперь за ЗОЖ на велике катаемся. Короче, ребят, мы не можем спать, потому что на нас садятся всякие букашки. Просто вот такая огромная фигня упала мне на голову. Реально невозможно спать. Но мы сейчас просто сидим на улице, Собина в коконе, я в качельке. Это, если что, тут купальник сушится. Вот, просто сидим. Сейчас 12.32. Мы сидим ровно 12 часов. Если честно, я вообще не представляю, как мы будем спать на улице, потому что ужасно холодно, мы уже в куртках. Ой, будь здорово. И очень-очень много живности всякой, которая прям так и норовит спать с нами. Это что это было? Не, я не скажу. У меня это что-то огромное прилетело прям в ухо. И Собина мне не говорит, что это было. Я, как раз, лохматая. Очень холодно. Мы уже под пледом в теплых куртках. Нереально холодно. У меня уже отморозились все конечности. Ребят, вы, правда, извините. Нас мы действительно старались. Сейчас 2 часа ночи. Это невозможно, да. Мы отказываемся от челленджа. Проигрываем этот батл, скажем так. Но это, ну, просто нереально. Просто невозможно, серьезно. Смотрите, как у меня руки трясутся от страха. Чтобы вы понимали, я не прикалываюсь. У меня реально фобия вот этих жуков всяких. Особенно пауков. На меня сегодня днем сел вот такой паук. Какой-то черно-белый. Не знаю, если вы знаете, напишите, что это за паук. Но я с Трэва выкинула. Как раз спала. В то время проснулась. И он прям на мне сидел. Потом мы сидели. И в меня прилетела тоже какая-то огромная фигня. Но я не увидела. В нее мама с меня смахнула. Меня капец пугалась. Она прям вот сюда мне села. И сейчас мы сидели, смотрели сериал. И я прям почувствовала, как у меня что-то ударилось в висок. Я говорю, вот так поворачиваю к себе. Не говорю, посмотри, что там. Она берет такую в руку, выкидывает. И говорит, теперь я не скажу, что там было. Я говорю, все, нафиг пошли. Короче, мы с ней встаем. И этот жук прям на полусице. Такой вот огромный черный. Такой вот майские жуки. Вот эти черные. Он прям гигантский, жирный, летающий жук. Я капец испугалась. Я просто поняла, что я не буду туда поспать. Потому что, во-первых, мы настолько сильно замерзли. Мне кажется, мы заболеем. Просто ужасно. Все конечности. Ничего не спасает. Очень холодно. Я не знаю, почему так с утра 30 градусов. Сейчас прям холодно. И вот эти жуки, которые прям в наглую садятся тебе на лицо, на волосы. Это нереально, честно. Если бы я не боялась, их еще, может быть, норм было. Но вот Сабина их не боится. То есть она как-то нейтрально относится. Ну, стрёмно, но как бы не боится. И она говорит, у меня случился микроинфаркт от страха. О, ребят, это жесткий. Это очень жесткий челлендж. И серьезно, не надо пытаться повторять его. Хотя я не думала, что кто-то захочет это сделать. Но у меня сначала казалось это безобидным и очень легким. Но я сейчас понимаю, что нет. Я наконец-то в своей комнате, в своей кровати. Я так соскучилась по дому. И я не думала, что это будет так чашка. И мы сейчас ляжем уже спать. Спасибо огромное, что вы посмотрели. Извините, что мы не смогли справиться с челленджем. Мы старались до последнего. До последнего не обращали на все это внимания. Уже даже родители мне говорили, что заходите домой. Так нельзя. Я все равно говорила, нет, все. Я сказала, я отсижу. Но нет, это нереально. Извините нас еще раз. И спасибо, что были с нами. Ну, вот и все видео. Я безумно надеюсь, что оно вам понравилось. Даже несмотря на то, что мы не смогли отсидеть все 24 часа. Мы все равно очень старались. Так что надеюсь на ваш лайк и на ваш комментарий. Спасибо, что смотрели до конца. Вы у меня самые лучшие. А главное, помни. Ты личность и ты уникальна. Любите себя, мои хорошие. И всем пока-пока.